Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Комсомольская правда» из сайта КПРУ. Сегодня у нас в гостях группа «Слот». Не в первый раз. Кэш, Нуки. Кстати, Нуки в первый раз. Да, я уже ветеран. Вот, да, третий, по-моему. Вот он сам ходил, знал, где находятся те или иные заведения. Сам открыл турникет буквально. Конечно, много вопросов по поводу вашего выступления у группы «Линген Парк». Как вообще? Каково это? Но в последнее время группа «Линген Парк» именуется «Олимпийскит». Взялись за манеру. Ну да, да, да. У нас было выступление с «Линген Парк», а с «Линген Парк» у нас был, типа, совместный трек. Да, ты про что спрашиваешь сейчас? Песню «Линген Парк», в которой пела Нуки. Да. И выступление «Олимпийскит», где вы играли на разогреве. Да, в спорткомплексе «Олимпийскит». Да, да, да. Все, начнем? Стартуй. А давайте с «Линген Парк». «Линген Парк» объявил конкурс про себя, про свою песню. И все могли сделать их кусочком, который они выложили, дополнение. Но делать можно было только тем группам, которые живут в Америке. А нам нельзя было. Не в Америке, там большой перечень стран. Вот Россия была исключением, но мы, в общем-то, хитростями пролезли. И все равно там проучаствовали, и таким образом у нас... То есть как-то вы же в России сделали все американцы? А мы заслали песню через нашего американского звукоинженера, который как раз сводил. Ну вот. Правда, нету песни, неважно. И через его айпишник мы заслали, таким образом нас зарегистрировали, мы проучаствовали и держались там где-то даже на восьмом месте. Вот. Потом, ну, в общем, мы не выиграли, но это и не важно. А что было для тех, кто выиграет? Это выиграл какой-то диджей, и... Он попал, его ремикс попал на пластинку. На пластинку, да. Нет, это было, конечно, круто, но ничего страшного. А как вообще вот вы обнаружили это? Вот вы сидели в ВКонтакте и... В ВКонтакте. Нет, у нас есть, так сказать, интернет-бот. Он же, по совместительству, наш писатель английских текстов, Трэвис Лигг, вот. Это он распустил свои щупальцы глубоко в сеть и все это накопал. Стоит ли ждать что-нибудь еще подобного, может быть? Ну, есть только что-нибудь бесподобного. Вряд ли. Мне кажется, это был такой просто акт единичный. Вот. У нас, на самом деле, мы сейчас играем на концертах просто, что называется, легально. Песню, которая как бы совместно с Линкен Парк сделана. Вот. Все официально. Да. Это вот это и то, что нам нужно. Ну, а, соответственно, вопрос про Лимбискет. Что Лимбискет? Мы играли в саппорте. Как так получилось вообще? Лимбискет. Как-то они выбрали вас там или что-то. Нет, что это разные версии. Я, например, читал на каком-то сайте, что Фред Дорст лично выбирал из большого количества групп. И его как бы цитата, что он выбрал и что он видел. Там было написано, что я лично видел несколько концентов в слот. У них такой драйв. Естественно, он ничего не видел. Но я не дочитал. Спасибо этому сайту. Нет, на самом деле, это отчасти правда. Потому что Трэвис, когда, ну, это вот опять же наш писатель текстов, когда он все это пробивал, он действительно отправлял менеджменту Лимбискет наши треки. И они действительно сказали доброго. Ну, может быть, они в ютубе? Нет, просто они ничего не сравнивали. Никто, конечно, свечку не держал. И мы не можем быть уверены, что Фред Дорст там что-то просматривал. Но то, что их менеджмент действительно дал добро на нас, это действительно правда. Пообщаться с музыкантами удалось? Нет. У них была напряженная нервная обстановка. Да, да, да. У них были какие-то внутренние конфликты. И они были не способны общаться. Хотя был контакт с менеджментом, они сказали, да, да, сейчас, сейчас, сейчас. А поначалу, когда Дорст гулял, там, спокойненько носил охранителем. Мы стояли с Никитосом, с Никсоном, нашим басистом, и такие, ну, что, пойдем пообщаемся? Да потом, потом. И все. Ну, в общем, было весело. И у нас, кстати, даже заимелся клип, который мы еще не выложили, который мы сняли на этом сэшене. Вот. На песню одни у нас будет такой концертный, англоязычный, крутой клип. Да. Ну и как, вот, когда выступали, как публика восприняла? Вот это главный, наверное, позитивный итог, что воспринимали нас хорошо, поддерживали, а не закидывали фактами. Ну, конечно, да. Была, может, куча нигилистов, но я лично не видела. Я смотрела, я не видела. Да-да-да, мы видели людей, которые хорошо реагируют, притом их было слышно. Подпевали нам «Мертвые звезды», я даже слетела с английского. Да-да, очень сложно нам сейчас снуки, потому что у нас в голове два варианта всех текстов. В период подготовки к выходу англоязычного альбома и подготовки к концерту в Амстердаме у нас сейчас в голове полная каша. Ну, а что хорошо, куплет на английском, куплет на русском. Ну, так и было, пели-пели на... Ланша по абракадавру не было, а в результате. В Олимпийском пели-пели на английском «Мертвые звезды», потом дошли туда место, где поет народ. Народ, естественно, поет на русском. И после этого внуки было продолжить на английском петь просто адски тяжело. Продолжили на русском. Ну, может быть, это вот фишка группы сделать там, не знаю. Через слово русском, русском, русском. Да, кстати. Боюсь, подпевать никто не будет. Зато у кого-нибудь глаз начнет дергаться. Интересно, может быть.